Канье Уэст Второй Канье Уэст Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет Значит, но дело его живет Ну вот в российских пропагандистских ресурсах смакуют каждый шаг Канье Уэста Они следят, куда он ходит, что он ест, сколько он тратит в ресторанах, сколько оставляет на чай И причем эти пропагандистские ресурсы, это не какие-то хроники светские Это, в общем, действительно такие острополитические каналы, которые едва ли освещают так что-либо еще С чем связано такое внимание кремлевской пропаганды к визиту рэпера в Москву? Ну, здесь ведь вполне очевиден ответ Такое внимание, преувеличенное к визиту, вполне частному, надо отметить, специально подчеркнуть Канье Уэста в Москву Объясняется тем, что это прямой или косвенный успех российской пропаганды Это иллюстрация того, что далеко не все представители западных элит Я сейчас это слово использую вне его качественного значения В таком вполне терминологическом смысле Разделяют позицию по Украине Разделяют позицию по России, соответственно, отраженным светом в целом В отношении ее международной политики, в отношении ее действий Которые она осуществляет далеко не только в Украине Которая она, как, в общем, уже гласит достигнутый такой в целом западный консенсус Она занимает и в отношении, например, американской политики внутренней Там вмешивается в ее дела и так далее Визит Канье Уэста это свидетельство с точки зрения российской пропаганды Успеха России И поэтому это так ценно, поэтому это так важно То есть, если я правильно вас понимаю Вот эти все сообщения Собственно, сам вот этот визит должен продемонстрировать российским гражданам Что, смотрите, мы не в какой-нибудь изоляции Вот к нам приезжают, вот мировая звезда Который, вот он в Москве и все ему нравится И в гуме вкусно поел И остановился в прекрасном отеле И, в общем, вот такая вот мы европейская столица Ну, я думаю, что как раз вот то, что вы сейчас сказали Последнее, что мы такая вот европейская столица Это уже лишнее То, что ему нравится в России А мы этого не знаем И этого не знает никто Что нравится на самом деле Канье Уэсту Есть у него какие-то соображения на этот счет или нет Мы этого не знаем У нас есть как бы некая медийная картинка сконструированная Которая говорит нам, что да, Канье Уэст в Москве Да, Канье Уэст сейчас здесь находится Мы им завладели Мы можем им располагать И мы делаем все для того, чтобы получить от этого максимум Европейская столица, конечно, нет Потому что Европа катится в тартарары С точки зрения официальной Москвы И тех, кто разделяет ее ценности Поэтому, конечно, Москва это исключительно самобытное Это будущая столица мира И Канье Уэст это понимает И поэтому делает те необходимые действия Которые обнаруживают его как прозорливого человека Потому что он ставит на будущее С точки зрения пропагандистов Которые используют его визит Никакая компания Москве в этом смысле не нужна И Канье Уэст, на самом деле Который рассуждает об этом вообще Так сказать, в целом О чем-либо Даже не конкретно О России Когда он говорит о чем-то Возникает эффект, что Он говорит Такими общими местами Фрагментами шаблонов Кусками шаблонов Которые мешаются у него в голове Потому что он хочет продемонстрировать Что он нон-конформист Что он не говорит вслед за большинством У него есть своя точка зрения Хотя в действительности, конечно У него никакой точки зрения нет И это очень удобный материал Который можно использовать В пропагандистских целях На него смотрят Как на такую Вдруг заговорившую куклу Ее может использовать Трамп Ее может использовать Путин Ее могут использовать Путинские пропагандисты В первую очередь Он инструмент Он инструмент А то, что ему нравится в Москве Ну да, это, конечно Вот возможность показать Что вот он здесь Значит ему нравится Значит ему нравится российский Путин Я хотела уточнить На ваш взгляд Канье Уэст прагматично Сделал ставку на Россию Потому что ему кажется Что за Москвой Будущее Я думаю, что Канье Уэст Не сделал ставку на Россию Это российские пропагандисты Сделали ставку на Канье Уэста На его тщеславное стремление Отличаться По его мнению От тех, кто Кто сейчас завладел Мировой повесткой Симпатии к России Являются по инерции Проявлением некоторого нонконформизма Проявлением несогласия С мейнстримной западной политикой И вот это мы, так сказать, видим Как мне представляется В этих действиях пропагандистских В конструировании того Что делает или не делает Канье Уэст в России Он же приехал на самом деле Просто поздравить своего дизайнера Которого он Ангажировал в свое время Тоже для того, чтобы отличаться от мейнстрима Чтобы продемонстрировать всем Что он весь из себя такой оригинальный Что он оригинальный Что он отличается Что он делает ставку на нетрадиционные На непредсказуемые номера Или цвета Не знаю там на что Это просто Это оригинальничание в чистом виде У него никакой концепции нет И быть не может Если бы у него была концепция То он бы не говорил Что он одновременно поддерживает Гитлера С одной стороны Что ему нравится Гитлер А с другой стороны Что он за то Чтобы Путин очистил Украину от нацистов Но это же противоречие в терминах Это же полная чушь А вот кстати еще про одно противоречие На ваш взгляд Вот эти читатели российской пропаганды Не считывают этого странного лицемерия Что вот с США мы воюем Американцы нам не нужны Они нам все враги Но когда вот такой вот высокий господин Приезжает к нам И обращает на нас внимание Мы в общем действительно Хлеб, соль и все что еще к этому прилагается Тут вы знаете Тут мне кажется Не то чтобы есть какое-то противоречие Да, я понимаю логику В которой вы задаете этот вопрос Но я хочу обратить внимание на то Что рессентимент На котором основано Российское отношение к Западу То есть уязвленное самолюбие То есть постоянное стремление Что-то Западу доказать Рессентимент строится На изначально противоречивых мотивах С одной стороны Есть однозначно низкопоклонство Перед Западом Которым пропитан был Весь Советский Союз И пропитана была И остается постсоветская Россия И именно это Низкопоклонство И вызывает Приступы острой ненависти И желание компенсировать Свою униженность Которую ты сам же Для себя и сконструировал Они нам завидуют Я вам точно говорю Я знаю, что я говорю Нам и сейчас завидуют Иначе бы они лезли к нам В этом все дело АПЛОДИСМЕНТЫ